Темой пятого открытого форума прокуратуры региона стало создание безбарьерной среды в Новгородской области. Организаторы его так и назвали «Мир равных возможностей». Но пока даже Великий Новгород далек от этого понятия. И дело не только в инфраструктуре, в сознании некоторых должностных лиц. Люди по-прежнему делятся в зависимости от состояния их здоровья. Алена Савтина подробнее. Очень трудно и программатично. Объект из категории, который принято называть социально значимыми. Дворец спорта в областном центре. Пандус есть, впрочем, как видите, больше для галочки. Да и инвалидов тут вовсе не ждут. Да не может инвалидов. А где здесь написано, что инвалид не может заниматься? У нас группа здоровья, понимаете? Группа здоровья. И это не единичный случай. Недоступность магазинов, аптек, административных зданий – примеры на каждом шагу. Действительно, кто-то не выходит, потому что нет возможности или нет помощника, который может помочь спуститься, подняться. Некоторые одинокие вообще люди. Если верить докторам, в нашей области проживает 60 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Только вдумайтесь, это каждый десятый житель региона. Таких же граждан с такими же правами. На протяжении последних лет государством уделяется пристальное внимание соблюдению прав инвалидов, созданию для них комфортных условий, позволяющих жить наравне с другими гражданами страны, иметь равные возможности. Дмитрий Смирнов, герой фильма, который наши коллеги Елена Казакова и Евгений Васильев снимали специально для этого форума, трудится в новгородском отделении Всероссийского общества инвалидов. Каждый день он пытается помочь чиновникам и строителям сделать Великий Новгород доступным для всех без исключения. Впрочем, может, нам уже стоит брать пример с других стран. В одной из стран человек, который занимается этими вопросами в крупном городе, в крупном муниципалитете, сам является инвалидом, они берут на эту должность только инвалидом, потому что другой человек не поймет в реальности те ограничения, которые есть, и не сможет их прочувствовать так, как человек, который с ними непосредственно сталкивается. Справедливости ради стоит сказать, что в последние годы многое изменилось к лучшему. Пандусы и кнопки вызова персонала в социально значимых объектах стали появляться все чаще. Поребриков на пути колясочников все меньше, по маршрутам курсируют все больше низкопольных автобусов. Но это лишь вершина айсберга, мира неравных пока возможностей. Получение лекарств, специализированной помощи, современных инвалидных колясок, ежедневная головная боль тысяч жителей Новгородской области. И часто последней инстанцией становятся люди в синих мундирах. В прокурорной выявлено более 100 нарушений в обозначенной сфере. Внесено 40 представлений об устранении нарушений федерального законодательства. В защиту прав инвалидов в суды направлено 38 исковых заявлений. В настоящее время, после вмешательства органов прокуратуры, люди стали получать лекарства. У них появились необходимые для последней жизни средства реабилитации. Создание мира равных возможностей – приоритетная задача и правительство Новгородской области. Последний год успешно реализуется программа по обеспечению малышей детскими протезами, яркими и многофункциональными, с которыми малыш в глазах сверстников из инвалида превращается в супергероя. А в планах и вовсе создание в регионе кластера по производству товаров для людей с ограниченными возможностями. А пока надо менять собственное отношение к особенным людям, чтобы вопросов о том, зачем колясочнику приходить в бассейн, просто не возникало. Алена Сувтина, Елена Казакова, Савва Ушаков, Евгений Васильев. Новости. Новгородское областное телевидение.